Вашингтон снизит уровень ее поддержки, передает Арминпресс со ссылкой на interfax.ru «Мы ничего не заплатим за освобождение невинного человека, но мы сократим степень поддержки Турции», — написал американский президент в Твиттере. Он отметил, что Турция многие годы пользовалась Соединенными Штатами, назвав при этом Брансона великим патриотом, находящимся в заложниках. Накануне министр финансов США Стивен Мютчин заявил, что Америка может расширить санкционный список против Турции в связи с делом Пастора. «Мы уже ввели санкции против нескольких членов ее кабинета. У нас запланировано еще больше мер, если они, турки, быстро не освободят его», — сказал он журналистам. Президент США Дональд Трамп будет готов вступить в диалог с руководством Ирана только после того, как оно продемонстрирует приверженность фундаментальным изменениям в своем политическом курсе. Как сообщает армян пресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг Брайн Хук, который ранее возглавил специальную группу по координации политики Вашингтона в отношении Тегерана во время пресс-конференции в Госдепартаменте. «Ослабление санкций и возобновление в полной мере дипломатических и торговых отношений с США, а также экономического взаимодействия с Соединенными Штатами может начаться только тогда, когда мы увидим, что иранский режим настроен серьезно относительно изменения своего поведения», — сказал «Ослабление санкций и дипломатом». «Ослабление санкций и дипломатом» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова